Всем привет, друзья, с вами Бухреев, и сегодня у нас... Это не кликбейт, ребят, нет, это не кликбейт. У нас сегодня реально сюрприз-бокс, который был собран на мусорнике. Ты втираешь мне какую-то дичь. Нет, ребят, не блэкбокс, нет, не самые первые сюрприз-боксы сервиса сюрприз-бокс, да, где реально лютая дичь приходила, нет, реально бокс, собранный из мусорки. Серьезно? То есть все, что в этом боксе, кто-то выкинул на свалку. Мне, короче, написал человек с канала Штребух. Это, ребята, не реклама, он мне реально написал ВКонтакте. Сказал, Бухреев, я делаю Штребух-боксы, я собираю вещи с мусорника и делаю сюрприз-боксы из этого всего для людей. Что, мать его, мне селедочка тухленькая там придет или что? Фу. Я сначала подумал, что он пошутил. Я вот в благодарность ему ссылку оставлю под видео в описании. Вы можете зайти к нему, посмотреть, что он там только на мусорках не находил. Чувак роется по мусоркам, находит всякие крутые вещи, которые работают там. И потом из этого, мать его, делает сюрприз-боксы. Что? Что вообще? Это какая-то дичь вообще, ребят. Сходу подкиньте лайк, пожалуйста, за такой ультра-контент. Но такого еще, мне кажется, не было нигде. Я у него спрашивал, а если будут другие люди заказывать, он сказал, что хуже никому не придет бокс. Он типа старается. И вообще вот он, этот бокс, ребята. И он, кстати, называется VIP-штребух-бокс. Раньше был обычный, который стоит 3 тысячи рублей. А этот за 5, мать его, тысяч рублей. Сюрприз-боксы с мусорника за 5 тысяч рублей. Что вообще сегодня происходит? Честно, друзья, я не привык так развлекаться, как наш братишка. Он проводит битвы с мусорниками в поисках ценных ресурсов. Я, ребятки, развлекаюсь в игре викинги. И ресурсы я там добываю путем грабежа соседних поселений. Ммм, ребятки, так же веселей. Викинги это многопользовательская стратегия, где ты сможешь собрать свое войско и стать настоящим ярлом. Прикиньте, эту игру установили более 20 миллион человек по всему миру. Поэтому ты всегда сможешь найти единомышленников, которые помогут тебе в сувовых северных сражениях. Да, играя викинги, ты можешь стать лидером своего клана. Но играя викингов, ты не только кайфуешь, а еще получаешь шанс выиграть топовые призы. Совмещаем приятное с полезным. В этом месяце проходит чумовой розыгрыш, в котором два игрока, дошедших до 10 уровня, получают возможность выиграть айфон, мать его, 11 про. Ну а супер-призом этого месяца будет макбук про. Его сможет забрать той, чей уровень дворца будет самым высоким среди всех игроков в декабре. Вот это, я понимаю, годный подарочек к Новому году. Розыгрыш состоится 3 января. Качай викинги именно по моим ссылочкам в описании и получай сходу бонусом 200 голды и бесплатный щит. Каждый ваш переход именно по моей ссылке помогает мне в создании контента. И дает возможность заказывать самые топовые и интересные дорогие сюрприз – боксы. Встретимся в игре викинги. Ссылка в описании. Так, ну чё, ребятки, погнали. Штребух-бокс, 5000 рублей, всё из мусорника. Открываем. Вообще, сама суть этого мероприятия, это, конечно, очень прикольно. По факту вот люди выкинули какие-то вещи, которые могут кому-то пригодиться. Это, ну как бы, блин, их просто выкинули. Так, Данил Букреев, спасибо за заказ и за помощь в развитии канала. Я желаю 10 миллионов подписчиков и всего самого хорошего. От Штребуха. Ребят, вот письмо от Штребуха для меня. Поддержим, поддержим Штребуха, ребят. Подписывайтесь на канал, ну потому что это прям вот что-то интересненькое. Штребух-бокс, Штребух-бокс, Штребух-бокс. Честно, ну прям вот стилистика реально, как будто это с мусорника что-то. Так, это просто... Так, Штребух, вопросик. А пакетик тоже с мусорника? Так, а ну. Не, ну знаете, здесь какие-то волосы я вижу в этом пакете. Я не знаю, смогу ли я вам показать. Потом Полина, не знаю, не видно, наверное, на камере, найдёт этот волос и скажет. Слышь ты, Букринч, ты кого домой водил? Хорошо, я надеюсь, что пакетик тоже с мусорника. Так, и следующий пакетик. Это, ну, видимо, какой-то плотнее. Понюхаем его тоже. Не, ну он тоже таким, знаете, пахнет не самым прям суперовским. Так, ребята, оп. Альпина, паблишер. Бизнес в инстаграм. Бизнес, ребят, первое, что я нахожу, слушайте. Книга совершенно в отличнейшем состоянии. На ней прямо здесь какая-то пометка, по-моему, кто-то загнул листиков чуть-чуть. Да, вот человек даже оставлял какие-то пометки, смотрите, да, то есть здесь восклицательный знак. То есть кто-то читал эту книгу, а потом просто нафиг её выкинул на мусорник. Она абсолютно в нормальном состоянии, она не воняет мусорником. То есть это вещь, которую вот кто-то реально здесь, смотрите, выделял что-то, какие-то пометки ставил. Кто-то прочитал, что-то повыделял и выкинул, ребят. А на самом деле эта книга реально вот, ну, может теперь послужить нам. Охренеть просто. Я цену не знаю, ребят, смотрите, ведутся до конца. В конце мы посмотрим, сколько эти вещи стоят в интернете, это очень интересно. Так, идём дальше. Здесь у нас это уплотнитель просто какой-то, хорошо. И что-то маленькое, ребят, что-то маленькое я достаю здесь. Так, какой-то пакетик, а в нём, а в нём, ребятки, короче, MP3 плеер. Опасер. Made in China, смотрите, вот так он выглядит. Вот такой маленький MP3 плеер. Здесь лежат вот наушники, к плееру наушники. То есть это кто-то реально выкинул на мусорку. Сейчас я распутаю, ребят, потому что это самый сложный квест в моей жизни. Сейчас происходит распутать, мать его, наушники. Это что-то с чем-то. Слава богу, есть сейчас AirPods в современном мире, ничего распутывать не нужно. Так, окей. Подождите, мне интересно, этот плеер вообще включится? И есть ли что-то в нём? Здесь не как... Здесь только просто USB разве... Опа, он работает, ребят! Он-то работает! То есть это не просто какая-то хрень с мусорника. А ну-ка, сейчас мы подключим. Music, настройки, music. А ну, опа, нефтеград. Файл нефтеград. А ну-ка, подождите, и наушники заодно затестим. Кстати, наушники здесь, ну, есть отчасти чья-то ушная сера. Я их сейчас, ребята, проспиртую немного, потому что это сюрприз-бокс из мусорника. Все эти вещи найдены на мусорке. Здесь что-то играет. Сейчас я, ребят, проспиртую вот эти штуковины и послушаю, играет вообще. Они работают. Это всё работает, ребят. Вот что-то играет. Вуп-вуп-вуп-вуп-вуп-вуп. Какой-то рэп-скорп. Всё, та-та-та-та-та. Ребят, вот смотрите, работают. Слышно что-то? Ну, ребят, о чём это говорит? Ну, вот эра потребительства, да? Люди, то есть рабочую вещь просто выкидывают на мусорник. И вот, ну, она могла бы кому-то пригодиться. Я уверен, что кто-то о таком плеере мечтает. Реально, просто с наушниками, чтобы слушать музыку. Здесь ещё был кабель. Это, скорее всего, для зарядки Xiaomi браслета, да? Смарт-браслет. А он дешёвый, но абсолютно целый. Вообще не грязный, он вообще как новый, если честно. Как будто его выкинули по ошибке. И здесь, ребят, переходник USB на мини-USB. И здесь ещё к нему висит на мини-USB, микро-USB, да? То есть вот такой проводок. Я уверен, что он рабочий. Пожалуйста, да, то есть, ну, даже относительно чистый, всё окей. Плеер полностью рабочий. Он немножечко потёртый, да? Ну, блин, он рабочий. На нём можно музыку слушать. А он на мусорке валялся, как бы. Я, наверное, вниз всё-таки опущу, чтобы было удобнее, чтобы вы меня хорошо видели. А, подождите! Я не заметил, там браслет ещё Xiaomi выпал. В смысле? Это вот этот браслет ещё первого поколения, ребят, с зарядкой. Подождите, кто-то выкинул браслет Xiaomi с зарядкой первого поколения? Они что, дураки? Вы чё, серьёзно? Смотрите. То есть у меня даже был такой браслет, он там с какого-то года... Да, они старые, они там с какого-то года производятся. Но подождите, если он рабочий, то есть это шагомер? Здесь пульсометра ещё нет, то есть это такой шагомер. Уведомлялка именно ещё самых-самых первых браслетов. Да, он только что завибрировал. А вот всё, и потух. Наверное, он разряжен. Он не убитый в хлам, он нормальная вот эта капсула. Не, она не сильно поцарапанная, то есть, ну, она рабочая, скорее всего. Охренеть просто. Это на мусорке валялось. Мне прям интересно поставить его на зарядку, да, и точно прям удостовериться, чтобы он работал. Так, достаем дальше. Следующее, это у нас игрушка сквиши. Банка кофе. Игрушка сквиши, она пахнет даже сквиши, не пахнет мусором. Абсолютно нормальная, чистая антистресс игрушка сквиши. Абсолютно. С ней вообще всё окей. Она, ну, совсем там где-то чуть-чуть поцарапана. Вот, смотрите. То есть, антистресс из мусорки. Отлично просто. И реально это нормальная игрушка. Нормальная абсолютно. С ней всё окей. Идём дальше. И здесь, ребятки, чё-то серьёзное. Huawei Optical Network Terminal. Это похоже на роутер. Я не особо в этом разбираюсь. UltraBot, Flag & Player, Remote, Made in China. То есть, какой-то Huawei терминал. Быстрый запуск Huawei терминал. Гарантийный талончик. Здесь есть вся информация на русском. Да, ну, чуть-чуть кто-то пирожочек ел. Знаете, как в детстве говорят? Ты чё там на свои тетрадки пирожки ел? Ну, ел кто-то на этом Huawei. Huawei пирожочек. Так, ну, это терминал, это, походу, не роутер. Терминал, это, наверное, что-то другое, да, ребят? Я, чтобы не напутать, не буду вам какую-то дичь рассказывать. Здесь реально есть гарантийный талон. Он прям вообще со всеми, с бумажечками, с документами. Вообще, естественно, Штрэмбух, он говорил, что он всё проверяет, чтобы это всё работало, прежде чем отправлять. То есть, какую-то дичь, которая не будет работать, он отправлять не будет. Это, короче, как... Подождите, если есть антенны, то это тогда может штука и раздавать что-то, они же для чего-то существуют. Так что, походу, это, может быть, не роутер, а именно точка доступа, да, промежуточная какая. Смотрите, здесь есть и LAN-разъёмы, и телеразъёмы. Вот так он выглядит. Он абсолютно нормальный визуально, не поцарапанный. Он вообще в прекрасном состоянии, с антенками, с документами, маффиками. Ростелеком, гарантийный талон, общее положение. Он с документами здесь лежит. Здесь Ethernet кабель, и здесь к нему питание. Блочок питания тоже, посмотрите, идеальный просто. Ни единой царапинки на нём нет. Кстати, он очень красивый. Охренеть, это кто-то выбросил в мусорник. То есть, человек, даже ему было лень это продавать или этим заниматься, что-то с этим делать. Он это просто выбросил в мусорник, и с ума сойти просто. Я вот сейчас сижу, ребят, и думаю, что я выкидывал в своей жизни вот такого классного реально в мусорник. Ну, просто вот на мусорник, на свалку, вот, ну, по-любому что-то да выкидывал. И интересно, а что выкидывали полезного вы? Ребят, вот реально, вы выкидывали что-то рабочее, что-то хорошее на мусорник? Напишите в комментах, что самое дорогое или самое хорошее вы просто выбросили на мусорник. И почему вы это сделали? Напишите реально, почему? Я вот сейчас задумываюсь, и мне только одна мысль в голове, что мне, типа, даже это впадлу было бы продавать, да, и мне это просто не нужно, или я там куда-то переезжаю, у меня куча вещей, мне нужно от них очень быстро избавиться. Для меня вот пока только такое, что я у себя в голове нашел. Идем дальше, друзья, и здесь я, опять же, нахожу еще шнурок USB на мини-USB. Два шнурка, вот таких, в штребух-боксе, из мусорника, естественно. Окей. Так, дальше здесь завернуты IP. Это похоже очень на IP-камеры. А, это к ним, кстати, шнуры питания. Это были к ним, походу, я так понимаю. А, подождите, это, это радионяня. Короче, вот так это выглядит. Смотрите, это, походу, камера, типа, радионяня. Интересно, работает это или нет, ребят, сейчас постараемся включить. Здесь, видимо, нужно питание по-любому к этой камере подключить. А это, может быть, даже и с батарейкой быть, потому что куда-то с собой перенести. Да, смотрите, здесь, а, маман, а что я, что я вначале сказал? Смотрите, работает. Есть небольшой дефект на экране, но эта вещь работает. Идет коннектинг к камере. Сейчас я, ребят, подключу камеру в другой комнате, и мы посмотрим, что там происходит. Вот белый, белый, видимо, шнур для нее, а это для зарядки этого устройства. Ребят, я все подключил, вот вам показываю быстрее, пока работает. Вот мои собаки, они лежат там, да, что-то делают. Давайте попробуем что-то им сказать. Персик, Персик, ко мне, братанчик, иди сюда, мой солнышко. Смотрим, может быть, будет видно реакцию. Что-то они там делают, двигаются, псины, да, не знаю даже. Я просто не вижу, ребят, что на экране камеры там происходит. Видите вы или нет, они там, наверное, укладываются, что-то копошатся. Короче, это вполне себе рабочая, не очень супер прям качественная, но рабочая радионяня. Это реально работает, я вам сейчас ее сюда принесу, включу, покажу, что это работает. Она, да, слегка покоцанная, слегка чуть-чуть грязноватая, но эту вещь выбросили на мусорник. Она с небольшим дефектом экрана, вы видите полосы. Но она работает, и мне кажется, что в мире есть очень много людей, которые бы с огромным удовольствием, с огромным счастьем пользовались бы вот этим предметом, да. То есть вот реально, они бы пользовались, а он не просто бы сгнил на мусорке. Я не знаю, ребят, у меня такие прям смешанные чувства, когда я такой бокс открываю. Я принес, ребят, эту камеру вам показать, да, что она офигенски работает. Она, кстати, даже с ночным видением, вот видите, я направляю, на себя смотреть направлю, вы будете видеть меня. Сейчас и звук, смотрите так, мелодия, музыка. Колыбелья для ребенка. И, ребят, микрофон. Персик, ко мне, братан. Я тебе еб... Ко мне, братишка. За тобой едут, блядь. Сюда, иди быстренько. Последний понедельник на... Все работает, ребят. Менюшка. А, можно звук... Можно звук сделать погромче. Охренеть. Это работает. Это выкинули на мусорник. Я это 20 миллионов раз скажу сегодня. Это на мусорке нашли. Это рабочая вещь. Фух, ребятки, кое-что чуть вам не забыл рассказать. Blackview запускает свой новый смартфон. И 23 декабря на Алиэкспресс. Они будут его продавать не за 500, мать его, баксов. Ну, такая себе странная цена. А за 329 долларов это уже реально адекватная цена для такого смартфона. Этот смарт реально крутой. Во-первых, выдерживает лютые морозы до минус 30 градусов, что актуально в России. Плюс у него 4 нахрен камеры. Мать его, 4 камеры. Одна из них мощная Sony камера на 48 мегапикселей. Ну, как мы любим. Еще одна камера с шириком. Еще одна камера макро. И еще одна камера глубины. Для боке красивого. Охренеть просто. И все это еще приправлено 8 гигабайтами оперативной памяти. 256 встроенной. Плюс мощнейший процессор Helio P90 на борту. Ну, если, ребята, у вас нет денег, но смарт вам этот понравился. Потому что он реально и смотрится прикольно, и как бы достаточно мощный. Это не беда. Совершенно не беда. Принимайте в официальном розыгрыше участие. Официальный розыгрыш от Blackview. Условия там простейшие. Ссылку на розыгрыш я обязательно оставлю под видео. Есть шанс получить классный подарочек под елочку за 300 с чем-то баксов. Также, ребята, обратите внимание на первые смарт-часы от Blackview. Это бизнес-спорт смарт-часы, как их окрестил производитель. Также будут продаваться с пониженной ценой 23 декабря за 39 долларов. В этих часах можно будет плавать на глубине до 50 метров. Не знаю, кто-то плавает так глубоко. Еще заявляют 15 дней работы от аккумулятора. 12 спорт-режимов. Ну и, конечно, уведомления о звонках и смс. Это уже обязательно. Ссылку на часы я тоже вам оставлю под видео. Я уже сказал, 39 долларов они будут стоить. Если хотите эти товары купить по скидочным ценам, прямо сейчас заходите на Алиэкспресс. И добавляйте товар в корзину. И тогда 23 числа у вас будет, собственно, товар по вот этой именно цене. Так что, ребята, если вам интересно, ссылки в описании. Конкурс тоже в описании. Погнали дальше к штребу, к боксу. Так, идем дальше. Здесь что-то очень огромное. Не могу достать сейчас. Опача. Так, что это такое? Редмонд. Ага, это увлажнитель воздуха, ребят. Это увлажнитель воздуха. Редмонд. Посмотрите, у него еще такая прям панель. Вот это на мусорнике у него целый корпус весь. Мне вот даже не вижу царапин. Да, он бэушный. Это прям видно, что он бэушный. Его как бы можно там почистить, помыть, все дела. У нас, естественно, шнур в комплекте. Что у нас внутри? Может, внутри что-то разломано? Нет. Вот он. Есть встроенный фильтр. Есть все пластина. Сейчас мы, ребята, его с вами подключим, посмотрим, как он у нас будет работать. Какая будет светоиндикация у него. Наберем сюда тоже водички. Увлажнитель. Огромный увлажнитель с большим баком. Я просто пытаюсь, вот смотрю и пытаюсь найти, чтобы что-то было отломано, сломано или так далее. Здесь даже, по-моему, нагрев есть. О, о, о. Пар мусорка не воняет. Пар мусорка не воняет. Ребят, работает, смотрите. Слушайте, шпарит он, кстати, очень даже немало. Так нормально пара он фигачит. Так, я хочу проверить функцию горячего пара. Так, а ну. Пока я не чувствую. Я так думаю, что это функция горячего пара. Здесь есть первый, второй, третий режим работы. Ребят, ну такой дисплейчик, сами себе обычненький. Но, в принципе, все работает. А насчет вот этой функции нагрева пара, что-то я не чувствую, что он стал теплее. Но, может, нужно время, чтобы там какие-то спирали разогрелись. Ребят, работающий нахрен увлажнитель на мусорнике с целым корпусом. Да, он бушный, его бы там помыть еще там дополнительно. Такое, типа, почистить кислотой лимона и пользоваться. Это увлажнитель, работающий. Короче, увлажнитель, тема классная. Реально классная. В мусорнике нашли увлажнитель. Not bad, not bad. Как этот чувак находит эти вещи? Неужели так в мусорнике много работающих вещей полезных? Так, я убирать не буду его. Отодвину и посмотрим, там еще немножечко осталось. Так, это, ребята... О, пожалуйста. Совершенно целый эспандер. Пожалуйста, 15 килограмм. Слушайте, эту вещь я себе точно оставлю. Буду перед компом разминать кисть. Пожалуйста, совершенно целый, не треснутый, ничего. Просто пауэрлайн, 15 килограмм силы сжатия. Пожалуйста, сидишь и закачиваешь себе запястье. Я знаю, ребята, что вы привыкли закачивать запястье другим способом. Но это на мусорники дошли. Поэтому тоже вещь полезная. Так, и последнее, что я вижу на дне, ребятки. На дне этого сюрприз бокса. Это, ребята, часы, похожие на G-Shock'и, что ли? Нет, это не G-Shock'и, это просто часы. Не знаю, буду... А, подождите, ProTrack, номер Casio. Casio ProTrack. Подождите, ребят, если это оригинальные часы Casio, то... Ну, Casio сильно дешевыми прям быть не могут. Они не треснутые, не поцарапанные. С ними вообще все ок. Видно, да, что они бэушные, какая-то пылючка, грязючка. Тут чуть-чуть краска. Это... Ну, там видно, что, может, они падали пару раз. Но именно четких явных дефектов нет. Я вам показываю. Смотрите. То есть что? С ними все окей. Они рабочие. Вот здесь я где-то увидел, да, чуть-чуть тут какие-то маленькие сколы. Я не знаю, видно вам или нет. Вот на задней части что здесь написано. Надеюсь, что видно. Надеюсь, что камера фокусируется. Все здесь работает. Кнопочки работают. Можно всего много понажимать. Будет потом ночью вам пищать. Кстати, необычный такой ремешок с металлическими какими-то вставками. Я не знаю вообще. Для чего, ребят? Это дизайн чистый такой или нет? Все. Штребух-бокс пустой, ребят. Огромный штребух-бокс. Все. И наши мусорки богаты. Наши мусорки оказываются богаты рабочими вещами. Цаомишный браслет я поставил на зарядку. Сейчас мы цены будем обсуждать. И я еще раз проверю, работает или нет. Потому что он светанулся, индикаторы пропали. Но все здесь работает. Все здесь. Ну, и роутер я еще не могу как бы, да, так проверить. Но штребух говорил, что все работает. Я в шоке. Что здесь сказать, ребят? Я реально в шоке. Отправляюсь, короче, ребята, на поиск цен на эти товары. Мне интересно, сколько это все стоит. И скоро к вам вернусь. Так, ну что, ребятки? Я нашел практически на все товары цену. Я не знаю. Вот штребух-бокс вот такого рода, да, такого характера. Стоит 5 тысяч рублей. Он там продается у штребуха там в Яндекс.Маркете. Я вот понимаю, я не знаю, как это оценивать. Вот каждую вещь бы очень сложно найти. Я что-то новое нашел, что-то нового вообще уже не продается. Сейчас мы, короче, с вами узнаем. Здесь есть прям раритет. Короче, погнали. Во-первых, 300 рублей вот этот эспандер новый стоит. Торнео, он вообще новый. Ну, честно, он по виду, по внешнему, он реально новый. Им вообще, мне кажется, не пользовались и случайно выкинули. Такое ощущение. Окей, идем дальше. Вот эта книжечка, Инстаграм, продвижение и так дальше, новая стоит 529 рублей. Новая такая книжка, 529 рублей. Окей, идем дальше. Видеоняня, ребята. Вот эта видеоняня, она все еще есть в продаже. Стоимость, я подохренел немного, 5700 рублей. 5700 рублей. У нас там 1500 гривен, она новая стоит. Но она здесь, опять же, ну, такая достаточно моднявая. Ну, мне кажется, в Китае можно что-то и подешевле найти. Ну, ладно, ребята, вот 5700 рублей, то, что я нашел на Яндекс.Маркете. И у нас в Украине я по 1500, по 1400 гривен достаточно много. Вот именно таких радионянь находил новых. Это БУ. Как ее оценить БУ с поврежденным экраном? В остальном она как бы работает. Я не знаю, но это реально сложно, потому что, ну, это какой-то частный случай. Ну, в общем, мы поняли цену этого товара от нового. Плеер, ребята, вот это плеер, опасер, блин. Опасер, это раритет 2011 год, 2009 год, первые какие-то упоминания. Это, это я не знаю, ребят, это уже каким-то ценителем, может быть, продать. Я не знаю, был он дорогой, дешевый, нигде цен не сохранилось. Короче, он рабочий. Плеер 2011 год, я находил про него там какие-то статьи, отзывы. Наушники не от него, не от этого плеера. Ну, ребят, я не знаю, наушники такие новые, ну, рублей 200 стоят, я думаю, не больше. Хотя звук у них очень неплохой. Бывает похуже реально в китайских наушниках. Окей, и плеер, я не знаю, во сколько это оценить, ребят. Под вопросом, вот, ну, напишите в комментариях ваше мнение, вот, сколько такой плеер сейчас стоит. Наверное, мало стоит, 50 рублей, 100 рублей, не знаю. Но он, самое главное, что он рабочий. Браслет, ребятки, Xiaomi Mi Band 1, 1, без пульсометра, да. То есть, вы видите, сзади пульсометра нет. Это, то есть, даже не 1S, просто Xiaomi 1. Его невозможно найти даже БУ в продаже. 1S продается где-то 150 гривен на OLX, как новенький там, да. И этот вообще сложно найти вообще в продаже даже БУ. Ну, по факту, да, ну, как бы здесь, считайте, только шагомер, какие-то уведомления, да. То есть, ну, здесь по факту, как бы, ну, по функциям все, даже пульсометра нет. Но он, как бы, шел со шнурком, можно есть чем зарядить, хорошо. Хорошо, сквиши, ребят, ну, такой новый сквиши, рублей 150-200 стоит, он достаточно большой. Может быть, кстати, это какой-то рекламный сквиши какого-то кафе, может быть, где-то дарили, раздавали, не знаю, есть ли такое кафе, кофейня. Ну, вообще, вот такого формата сквиши 150 рублей новый стоит, да. Я, ну, БУ, БУ сквиши, наверное, никто не продает. Терминал, ребята, вот такой терминал Huawei, 4700 рублей я нашел. И то здесь два порта, а там какой-то один порт, вот какой-то другой. Ну, короче, похожий терминал 4700 рублей новый нахрен стоит, вы что, с ума сошли? Кто его выкинул, он рабочий. Он рабочий, по-любому, я проверить не могу, но что я бы сказал, что все рабочие. Охренеть просто, охренеть. Ну, ладно, может быть, он где-то и дешевле там продается, да, это понятно, тем более ТБУ, но все равно новый 4700, да охренеть. Часы, ребята, я что-то сомневаюсь, что это оригинал Casio Pro Trek, потому что или это очень старый какой-то оригинал, но я, во-первых, не нашел прямо вот таких же часов, честно. Ну, и как-то вот они мне попахивают почему-то Алиэкспрессом, может, я ошибаюсь, может, нет. Ребят, если есть реальные эксперты, те, кто шарят по Casio, вот я вам покажу еще раз, скажите, оригинал или нет. Пожалуйста, напишите в комментариях. Оригинал стоит дохренище дорого, там от 7-8 тысяч рублей самые простые и до там 400 долларов, ну, короче, очень дорого, но я думаю, что это Китай. Ну, и последний, ребята, увлажнитель Redmond новый, вот такой стоит новый, 9700, мать его, нахрен рублей, ребят, мать его, на... Ай, ну здесь, ну поменять фильтр, поменять фильтр, почистить его, помыть, он новенький, на нем ни царапинок, ничего. Нет, он нормальный внешний вид, имеет 9700 рублей, новый стоит, охренеть просто. То есть там, там пластина, которая просто вибрирует, разбивая воду на маленькие-маленькие капельки, все, там нечему ломаться вообще. Охренеть, ребят, я, я не знаю, ну вот какая-то общая стоимость на экране, но это, опять же, вы понимаете, что-то новое, что-то будет, что-то вообще невозможно найти. Ну, здесь нет смысла такого какого-то итога подводить. Здесь важнее, ребят, именно ваше мнение, пишите его в комментариях, что вы вообще думаете по поводу такой задумки, как Штребухбокс. Штребухбокс и, не дай бог Штребухбокс, ты же смотришь это видео, не дай бог ты кому-то бокс похуже соберешь, если ребята купят какой-то. Не собирай похуже, не порт мне репутацию. Договорились, все. Ну, короче, ребят, мне реально важно ваше мнение. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу такого бокса, по поводу такого видоса, но это самый необычный сюрпризбокс за все время, которое я только открывал. Но здесь и такой набор товаров, которые просто бум, и это еще из мусорника, это все было на мусорнике, я не могу до сих пор успокоиться. Короче, эмоции, полная срака, не знаю, такое выражение странное, ну ничего. Короче, ребят, подписывайтесь на мой канал, вот такая кнопочка сейчас на экране появилась и смотрите прошлые видосы. С вами был Букреев, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok